Всем большой привет! Добро пожаловать на наш канал просто рецепт. Сегодня готовлю очень вкусный постный салат а-ля оливье. И также я вам покажу как приготовить постный майонез. Оставайтесь со мной, будем готовить вместе. Вначале я приготовлю сам салат, а потом уже заправку. И для салата мне понадобится 200 грамм консервированного горошка, 200 грамм грибов консервированных также. Они у меня здесь без уксуса. Такие просто консервированные шампиньоны. 4 небольших соленых огурчика, 2 средние отварные моркови, 3 отварные картофельные, пучок укропа и небольшая половинка репчатого лука. Мелким кубиком нарезаю огурцы. Очищаю морковь. И также мелко нарезаю кубиком. Все выкладываю в единую миску, в которой буду перемешивать салат. И также мелко нарезаю очищенный картофель. Теперь нарезаю мелко грибы. А затем мелко нарезаю лук и укроп. Добавлю горошек и перемешаю салат. Основа салата готова. А сейчас я приготовлю постный майонез. У меня он уже есть на канале. И для него мне понадобится 150 миллилитров жидкости от консервированного горошка, 350 миллилитров растительного масла без запаха, 1 чайная ложка без горки соли, чайная ложка сахара с горкой, 1 столовая ложка лимонного сока и 1 чайная ложка готовой горчицы. Аквафаба и растительное масло должны быть одной комнатной температуры. Готовить майонез необходимо только погружным блендером. Никаким миксером у вас не получится. Поэтому беру высокий стакан, выливаю аквафабу, добавляю лимонный сок, соль и сахар и горчицу. И буквально пару секунд перемешиваю блендером. Далее продолжу взбивать блендером. На средних оборотах постепенно увеличиваю скорость и тонкой струйкой стану вливать масло. Чем тоньше струйка масла, тем лучше. Далее продолжу взбиваю блендером. Кінец оборотах постепенно увеличиваю�� Если майонез вам покажется слишком жидким, то добавьте еще буквально 50 миллилитров растительного масла. Посмотрите, какой красивый майонез получается. Я не стала его загущать, мне нравится такой консистенции. Но соль и сахар у меня тоже полностью устраивает, поэтому можно заправлять салат. Добавляю 4 ложки, сейчас перемешаю и посмотрю. Еще добавлю по вкусу черный молотый перец. Вот и все. Осталось его хорошо охладить и можно подавать к столу. И вот такой замечательный постный салат а-ля оливье у меня получился. Он действительно очень-очень вкусный и напоминает оливье. Прямо вот на 80%. А постный майонез, приготовленный на Аквафабе, отлично его дополняет и раскрывает все его вкусы. Такой майонез может храниться в закрытой банке целую неделю в холодильнике. Так что обязательно приготовьте и попробуйте такой вкусный и интересный салат. Готовьте с любовью, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Текст и формат рецептов вы как всегда найдете на Яндекс Дзен. А ссылочку я оставлю в описании под видео. Я всех от души благодарю за просмотр. Желаю вам прекрасного настроения. До скорых встреч и пока-пока.